Все, мы собираемся домой. Аханасия, все любят. Группа поддержки Аханасия. А ты что, растаешь что ли? Да. Растаешь? Дождик тут был, а у нас тоже был, да, вроде бы. Ай, не знаю, сейчас было, но... Да, сегодня лучше. Ты помогай, Тихонечка? Да. Давай, Екатерина. Она же увидела маману, думала там... И Кнопа сюда же. Кто падает? Сейчас, Кнопа, давай, пока. Ага, так, уезжаем. Это первый... Галифа там нету, там... Ой, как-то все красиво, тоже желтенькое. Как мне нравится эта красная листва, я балдею вообще. Вот вы понимаете, что такое не везет и как с этим бороться? Опять будем ехать сейчас на запаске. Кнопа не везет. Да нормально нам, господи, это мелочи. Нет, ну я считаю, да, что это... Лучше пускай так не везет. Так что опять, короче, поедем. Так, ну, колосики. Опять, короче, поедем. Вот эта фраза, опять, короче, поедем. Ну, домой, домой уже едем. Камышеватки и здесь, что это, кухаревка, да? Была, да, с утра. Да, тут ремонт дороги. Если захватчики не захватили... Нет, кухаревка, кухаревка. Что тут ремонт дороги? Хорошо сделали дорогу, Серженька? Да. Посмотри, линии не видно. Сейчас я даже пойду посмотрю, не видно ли линии посередине. Прошлые разметки. Вот нет, вот середина никак... Не видно? Не видно, все хорошо. Так что все хорошо. Я думаю, это кому надо, тот поймет, да? Все, поехали дальше. Так, мы уже к Новоминской подъехали или... А, вон она впереди, да? Тут уже дождик. У нас тоже дождь. Рекламка. Кулача. Я поставила курочку, вернее, Сержуничка мне ее разрезала, чтобы надо шум снимать. И, Гриш, твой бутерброд, кажется, готов. У нас сейчас такой небольшой перекусик. И будем убирать Сержуни. Ну, вернее, большой, да. С камышеватки мы не можем приехать с небольшим перекусом. Поэтому у нас сейчас супер-пупер перекус. Да, пап? Да. Я сейчас это поем, а потом буду просто... Папа будет нам сейчас помогать маме мыть пол. Да? Афанечка, а скажи, где нам сидеть, сынок? А на... А ведь, Дурь, ты же не будешь... Как нам, мама, где? Где нам сидеть? Вот тут. Не знаю, как нам тут сидеть? Вот там залазим. Так, сына, не надо, не надо. Все, бегите там, сейчас папочка поможет. Замоет полики. Так, Антоша, беги в комнату, ты начинаешь мешать. А я тут сейчас делаю тесто для пневников. Сейчас вот так вот реакция на... В общем, мед гасит соду. Смотрите, тут просто крем какой-то. И сейчас эта вся реакция закончится, а я буду добавлять муку. Немножечко жду все-таки, потому что сейчас очень сильная. Сержаня уже помыл пол, а у меня тут полным ходом идет мойка вытяжки. И сейчас осталось только вверх помыть. А дети вот, ну, не знают же, чем заняться, да, ребята? Да! Не знаете? Нет. А я сейчас найду вам занятие. Хотите? Что случилось, Антош? Афанасин, я с тебя кубики, а сам хочет искать. Афанасин, пожалуйста, пойди найди все кубики. Ты слышишь меня? Ана, Ана, Ана. Ну так, иди в комнате, посмотри. Положи шоколад, положи. Отломай себе один кусочек. Аленку, положи Аленку. Все, теперь иди и ищи, понятно? Так, все, ура, вытяжка чистая. Честно, не могла ее долго помыть, но это прям был повод. Вот здесь вот все вот эти вот штуки поотмывала, фильтры. Насколько они могли отмыться. И мыла я все вот этим средством для духовок и плит от Фаберлик. В перчатках работала и купила отдельно у Фаберлик вот такую вот насадку, которая, то есть обычную крышку убрала, а потому что дозировка очень крутая. Ну, то есть не выливается много средства и экономичнее оно расходуется. Вот. Что еще хотела сказать, что запах от него такой не очень. И отмывает оно не прям на стопроцентно в застарелые какие-то пятна. Поэтому, ну, в принципе, все, что, мне кажется, оно могло сделать, оно сделало. Я сейчас буду варить борщ. Уже сварилась домашняя курочка от Башки Гали. Вот она здесь отрывает. Процедила я бульончик. Приехали девочки. Да, девочки мои. Покажи, что девочки привезли. Такие моргучие штуки. Браслетики, они прикольные. Ну что, Маргусечка, рассказывай, где ты сегодня была? Фиксика. Да? Что там за мультик интересный? Нет, он злой был. За браслет его не отмыли. От розет. От этих браслетиков. А, там эти браслетики продавались, да? Нет. Ну так и что, там была про злого Фиксика, да? Да. Но интересно или не очень? Не очень. Можно нам не ехать, да? Снизу. Отпросите как злого Фаера. Ну что, интересная Фаера? Да, злой. 7-8. Понятно. Так как я это, Лего смотрел, поспал по пути. Да, ну вообще, что-то как-то. Мне понравилось. А последний богатырь? А я не смотрю. Смотрите, вот уже. Я хочу поехать. Уже в интернете есть. Лучше бы мы поехали на 7 салютов. О, Ксюха, я заходил. На 7 салютов? На 8. На что это за салютов? 7 салютов. Салют. А, Сергей. Салют 7. Салют 7. Я испекла прянички вот такой вот формы. Диаметр вот даже не знаю, но не самое большое кольцо. Вот таким вот фигурным краем. Это будут пряничные хризантемы. Завтра будем делать. А я сейчас буду делать хризантему. Пробовать. Сделала уже первый круг. То есть нужно взять айсинг. Более густой, чем для заливки. И делать вот такие вот по периметру. По всему периметру. Сделать такие вот капельки. Так. Сейчас я все доделаю. Покажу, что дальше делать. Так, а дальше берем кисточку. Вот такая вот виста артиста у меня. Где она тут? Виста артиста написана. А вот она написана. Виста артиста обязательно должна быть синтетическая. Это вот 0,6 плоская. И ей мы просто делаем вот такие вот мазюки. То есть мы размазываем капельку каждую к серединке. А после ее смерти они за меня взялись. Ладно, пойдем. И получается вот такая вот хризантемка. Можно сделать хризантемки на палочке. То есть здесь будет, соответственно, еще один кружок. Хризантемки на палочке. И сделать из них пряничный букетик. Например, на день матери. Сейчас доделаю, покажу, что получилось. Обязательно нужно ждать, когда хотя бы минут 5-10, пока подсохнет один круг. И подождать. И тогда уже делать следующий. Вот такая вот пряничная хризантемка у нас получилась в пол первого ночи. Так, у меня практически все готово для завтрашнего такого мини-мастер-класса. Это будет какой-то очень интересный опыт для меня. Поэтому напекла вот таких вот заготовок для пряников. Вот такие вот губы, с которыми можно сфотографироваться. Вот такие вот еще цветочки. Вот. Это для того, чтобы собрать пряничный букет. И ленточка. Цвет. Фольга. Не фольга, а пленка прозрачная, цветочная, чтобы все это упаковать. И сами прянички, примеры того, что я умею делать. И вот этот вот обалденный цветочек. Он мне очень-очень нравится. Все, что я могла, сегодня подготовила. Сейчас я хочу спать уже около двух часов ночи. И как только я начинаю делать пряники, то раньше часа ночи, а то и позже это вообще никогда не заканчивается. Пока мы вяжем зелень, ну, вернее, я помогаю родителям, так и будет. Потом, когда уже мы не будем вязать, сезон закончится, естественно, все это будет происходить днем. Потому что все будут в садике и в школе. И у меня будет день, хотя бы часа 3-4 свободных. Так что пока я наслаждаюсь этим ночью. Потому что, чтобы делать что-то прекрасное, нужно сосредоточиться и строго в голове план действий разработать. Вот что надо сделать. Потому что нужно думать о том, пока это подсыхает, что ты можешь делать, не тратя время зря. Либо вообще что-то заливать первым. Ну, в общем, это такая мозговая деятельность. Вот, а я иду отдыхать и выставлю сейчас видео на загрузку. У нас, кстати, видео выгружается с нашим интернетом около 2,5-3 часов. А то и дольше. В зависимости от длины. Ну, то есть, да, чем больше, естественно, тем дольше. Ну, вот 2,5 часа как минимум. Так что пошла ставить видео на загрузку и спать. Увидимся завтра. Завтра должно быть что-то интересное. Но если не получится, то я вообще не расстроюсь. Но надеюсь, что получится. Я получу от этого удовольствие и некий опыт. В общем, увидимся с вами завтра. Спасибо. Спасибо.